Продолжение следует... 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 Вот видите, ребята у нас лазают, ну, леса это называется, допустим. Видите, какие у них есть системы защиты? Они оценивают риски, что с этих лесов можно что, иногда соскочить, а если у тебя будет страховка, то соответственно у тебя риск минимум. И самое главное, четвертое, это повышение квалификации, потому что если вы научились чему-то, это означает, что в данный момент времени вы что-то знаете, но проходит всего лишь там день, два, три, может месяц и больше, и вы уже опять отстаёте от времени, нужно опять что-то новое познавать, изучать и, конечно же, квалификацию получать. Приглашение Александра Пушнова стало точным попаданием в аудиторию. Настолько, что толпа из сотен человек ходила за ведущим по активностям более трёх часов, поэтому организаторам стоит продумать и отдельное время для автограф-сессии, чтобы не создавать сутолку на площадках и не отвлекаться от первостепенной задачи, привить культуру безопасного поведения. Поэтому каждая активность несёт свою определённую роль. Так, на весёлых стартах отрабатывались действия при обнаружении пожара, правила работы с самедушителем и рассказывалось об оказании первой медицинской помощи. На викторине задавались вопросы о науке, производстве и безопасности. Здесь главное – провести тренировку знаний, освежить память. В охоте на риски участникам предлагали различные ситуации, которые могут стать причиной травматизма. Надо было определить их и рассказать о том, как их исключить. «Он и стоит и под доской, как бы ему и… да вообще…» «Да его вообще здесь все задерживают на верёвке…» «Он тоже его и не страхует…» Правила безопасности дорожного движения и безопасное вождение электросамокатов можно было освоить на специальной площадке. Активность фабрика безопасности – одна из ключевых. Здесь были задействованы семьи, для них проводили мастер-класс по изготовлению кормушек, которые потом надо было покрасить и повесить на строительных лесах, куда также необходимо взобраться с помощью страховочных тросов. Все задания выполняются в средствах индивидуальной защиты. А вот отработать безопасные приёмы взаимодействия группы людей на природе можно было на полосе препятствий. Здесь предлагалось пройти восемь этапов различных ситуаций. Безопасность поведения на воде с использованием плавсредств изучались на локации Сабсерфинг. Здесь также проходил инструктаж по правильному использованию спасательных жилетов. Это лишь малая часть активностей, подстроить которые можно по своему желанию. Главное, чтобы на них люди узнавали что-то новое и на практике могли реализовать идеологию безопасного поведения в быту, на воде, природе или производстве. Чтобы всё получилось, нужно быть командой и быть очень аккуратными. Я нарисовала, что нельзя подходить к открытым окнам и залазить на них. В плане безопасности, светопор, что светопор делает безопасное движение на дороге. Водитель снизу безопасности, если у хорошего там самочувствия, будет безопасное движение. Это очень важно, их расширять, использовать в других городах, особенно для детского поколения. Если мы, взрослые, уже что-то понимаем и осознаём, то если мы будем с детства в детях взращивать вот эту культуру безопасности, если они с детства будут понимать, насколько это важно, насколько это серьёзно, то, наверное, придя на предприятие в будущем, они будут относиться к своей личной безопасности ответственно, и не только к своей, но и к безопасности своих товарищей, которые работают рядом с ними. Кульминацией праздника стал вечерний концерт. Работа станции завершалась перед его началом. Для участия в розыгрыше призов необходимо было пройти 10 из 20 активностей. Отметки ставились в специальных буклетах, которые выдавались на старте. Выбор победителей проводился путём лотереи. В лототроне – буклеты, на которых стоял порядковый номер команды-участницы. В завершении праздника прогремел салют. Организаторы отмечают – формат оказался удачным.